Их гордость – агрокультурный комплекс, две новеньких церкви и часовни Святого Власия. А самой деревне Крутово в Петушинском районе перевалило за 300 лет. В этом году она впервые участвует в конкурсе «Самая красивая деревня области-2017». Всего на него заявилось 47 населённых пунктов. Рекордсменом стал Собинский район. От местных деревень и сёл поступило 10 заявок. Как и в прошлом году, участников разделили на две категории. Деревни и сёла с населением до 1000 человек и до 3500 жителей. Эксперты будут оценивать их по строгим критериям. Критерии у нас достаточно серьёзные. В этом году у нас один из новых критериев – это у каждого населённого пункта. В произвольной форме мы не изорганизовываем ничего. Должен быть план развития перспективный. Чем больше креативности, фантазии будет, но при этом и конкретики, тем лучше. Нам будет интереснее оценивать как экспертом. Соответственно, конечно, мы будем оценивать благоустройство населённого пункта. Насколько местные жители включены в этот процесс. Жюри оценит также красоту, чистоту, историческое и культурное богатство конкурсантов. Жители смогут рассказать о знаменитых земляках и показать самые живописные уголки своих деревень и сёл. О том, что к ним едут эксперты, участников известят заранее. Поэтому они смогут удивить комиссию яркой и радушной встречей. Кстати, проголосовать за участников смогут не только эксперты, но и все желающие. Сайт опора-владимир.ру планируем в этом году запустить мы голосование именно в самом конце работы конкурсной комиссии. Что считают люди, что считают эксперты. Всё вместе это соединить и одна единая оценка будет позволять отобрать самую лучшую деревню, самую красивую деревню в нашей Владимирской области. Призовой фонд конкурса сформировали за счёт спонсорских средств. Победитель получит гран-при и 100 тысяч рублей, а первые три места в каждой из групп по 50, 30 и 15. Потратить их жители смогут на благоустройство своих сёл и деревень, ремонт дорог, уличное освещение. Именно так сделали победители и призёры прошлых лет в сёлах Чамирево, Бутылицы и Архангел. По словам организаторов, победа в конкурсе пошла им на пользу. Там развитое ремёсло, там увеличивается количество постоянных жителей, там увеличивается количество тех людей, которые приезжают и создают дачи надежды. Потому что конкурс способствует тому, что населённый пункт приобретает популярность среди жителей, не только нашего региона. Кстати, в этом году организаторы планируют выпустить книги с описанием деревень и сёл победителей всех трёх лет. Именно столько проводится конкурс. А ещё создать интерактивную карту, на которой будут размещены населённые пункты участники. В гости к конкурсантам из 10 разных районов области экспертная комиссия поедет в конце июля. Итоги конкурса подведут в сентябре.